Утро на Елисея Мы с вами находимся в купеческой усадьбе Семена Серафимовича Макараусова. Этот купец принадлежал ко второй гильдии, привозил из Франции различные товары, в том числе маскательные, галантерейные, парфюмерные, бокалейные. Значительную часть времени он проживал именно во Франции. Дом был построен в 1890 году по заказу у томского архитектора Хабарова. В годы Гражданской войны здесь располагался штаб партизанской армии отрядов Кравченко-Щетинкина. Нужно сказать, что с наступлением революции купеческая семья покинула этот дом и страну, скорее всего, тоже. К сожалению, мы не знаем их дальнейшей судьбы, их пути. Значительно позже здание передали Краеведческому музею, который размещается здесь и сегодня. Учреждение носит имя своего основателя, уездного учителя Дмитрия Каргополова. Кстати, интересный факт. Сам музей был основан значительно раньше здания, в котором в итоге расположился. И во времена своего формирования материальную помощь ему оказывал бывший владелец дома Макраусов. Сегодня тут хранится подлинная история. Музей второй по старшеству в крае и обладает необычайно редкими экспонатами. Один из самых ценных экспонатов – полифон. Во всех музеях России таких исправных устройств всего лишь три. И у нас сейчас с вами уникальная возможность услышать хиты 19 века. Изготовлен он был в 19 веке вместе с особыми пластинками. Кстати, менять их в полифоне позволено только директору музея. Всего в фондах насчитывается более 30 тысяч уникальных предметов. Исторические карты, богатая коллекция различных монет, книги и другие предметы быта – свидетели ярких исторических событий. Сохранились тут и оригинальные печи, которые сегодня, конечно же, уже не используются. Стоит признаться, что самое ценное тут – это непосредственно здание, которое сохранило свой первоначальный облик. И это не может не радовать, потому что дом не похож на другие. Необычное оно. С одной стороны, вроде как это очень типичное здание в кирпичном стиле. То есть здание, когда оно выполнено в форме лицевой кладки. И в то же время это настолько необычная стилистика здания. В плане оно представляет собой букву «Г», но со скошенным углом, что придает ему невероятную плавность. Весь фасад украшен различными выступающими частями и нишами, которые распределены в шахматном порядке. Два этажа разделены широким карнизом. Оконные проемы опираются на подоконные пояса. Где-то выделяется руст, аркатурный пояс и замковые камни. И все это выполнено из самого популярного материала в Сибири – кирпича. Отдельно в здании выделяются металлические решетки и балкон. Пожалуй, свое знакомство с Ачинском стоит начать именно с этого здания и Краеведческого музея, как это сделали Анна Троегубова и Константин Шубкин. Субтитры создавал DimaTorzok